Путину многое нравилось в СССР. И самое вкусное мороженое. И работа чекистом в ГДР. Мы работали с территорией ГДР, по другим странам, как тогда говорили, главного противника. И то, как старые деды из политбюро вершили судьбы целых народов в совке. Политбюро ЦК КПСС на заседании 28 июля рассмотрело вопросы, связанные с проведением предстоящего пленума ЦК КПСС. Война в Украине – это шаг к возврату Союза. И хоть Путину очень далеко до любого из генсеков, но свое политбюро он тоже создал. Должен вам сказать, что мне не стыдно за моих друзей. Давайте откроем матрешку и посмотрим, кто входит в группу людей, которые принимают решения, кому в России жить, а кому умирать. Не-не-не, вы смеетесь. Так и есть. Это не шутка. В Кремле, несмотря на всю браваду, прекрасно понимают, что на смену эпохи величия подходит эпоха платить по счетам, которая требует консолидации элит перед врагами вокруг и народом внутри. Все враги. В России всегда одни враги. На третий год трехдневной войны РФ в Украине на болотах сформировались два контура управления над финансовыми потоками. Гражданский и военно-распределительный. За последние годы в целом, хочу подчеркнуть, в целом, у нас все на этом важнейшем направлении получалось хорошо. Гражданский контур управления в наибольшей степени координируется премьером Мишустиным, за которым приглядывают из администрации президента. Кто вас там вызывает в восхищение? Из исторических персонажей и мировых. В первую очередь, да, я скажу. Но без сомнения, это президент России Владимир Владимирович Путин. В рамках тыловых работ ключевая задача Мишустина это делать так, чтобы народ вовремя получал свои крохи и не сильно роптал. Вот и рулит тем, что дали. У вас где сейчас сделан руль? Конкретно? Тест, кто? Руль. Руль, да, но на самом деле это же только начало. Второй фронтовой контур управления сосредоточен в отрасли ВПК. Денег там много. Так что пасутся в этой сфере представители сразу нескольких структур. Правительства, корпоративного сектора, аппарата президента и совбеза. Пить-то, жрать есть кому, а бывать некому. Здесь, конечно, решающую роль играет назначение Белоусова и Монтурова. Такая себе система сдержек и противовесов по-путински. С одной стороны, почти бессеребренник, всегда воровавший по мелочи. Железобетонный принцип. Ошибаться можно, брать нельзя. С другой, казнократ, на котором пробы негде ставить. Мы сформировали бюджет. Это беспрецедентный объем для этого отрасли. Знаковым является и назначение младшего Ковальчука на позицию руководителя счетной палаты. Один из важных принципов это понимание причины следственных связей. Таким образом, Политбюро 2.0 адаптируется под задачу органически вписать и пушки, и масло в общую стратегию развития страны. И при этом распределить между собой, кто на чем кормится. И такая возможность, безусловно, у нас есть. Можно сказать, что это донастройка системы принятия решений. Кремлевский дед идет по принципу перекрещивания ответственности и создания параллельных структур взаимоконтроля. А он, как и раньше, стоит сверху и смотрит, как все весело грызутся между собой. Мы уже применяем этот механизм. И он действует достаточно эффективно. Надо его продолжать. Состав Политбюро 2.0 остается неизменным. Единственное, он немного расширился за счет добавления нового члена президента Беларуси Александра Лукашенко. Владимир Владимирович пригласил меня на Совет Безопасности. Я смог переговорить со всеми членами Совета Безопасности России по тем или иным вопросам. Лукашенко крайне значимый партнер Путина. Он и коммуникатор по внешнеполитическим вопросам. И знатный податель. Уже давал и еще может дать российской армии плацдарм для наступления на Украину. Мы какую-то роль в этом можем сыграть. Вы знаете, наши возможности. Мы всегда будем рядом и будем действовать в одном ключе с вами. Да, влияние российских элит на ситуацию в Беларуси выросло. Но это имеет и другую сторону. Появление у Григорьевича права голоса в российской политике. Я же не отказываю, что мы со-агрессоры. Мы с Путиным агрессоры. Вы же знаете, нас куда-то в суд, еще куда-то хотят. Каждый делает свое дело. В Путинском политбюро, конечно, все относительно стабильно. Но борьба среди стайки товарищей не прекращается никогда. Соответственно, и подвижки разных группировок Кремля просто неизбежны. Это как раз связано с тем, что мы рубим сук, на котором сидим. Некоторые неуклонно идут вверх. Например, группа Ковальчуков. Михаил Валентинович, тянет руку, поддержать, наверное, хочет. Все, я заканчиваю, а ты уже много времени забрал. Простите. Да, да, да. Я боюсь предоставлять слово Михаилу Валентиновичу, потому что, чего бы он ни говорил, в конце концов, окажется, он прав по любому вопросу. Ковальчуки сохраняют особые позиции в системе государственной власти. А назначенный председателем счетной палаты Борис Ковальчук еще и усиливает контрольно-надзорный функционал. Теперь семья получает дополнительный рычаг в качестве ключевых смотрящих и проверяющих во всех процессах, где есть бюджетные деньги. А в России всегда больше зарабатывает не тот, кто разрешает, а тот, кто контролирует разрешаемое. Все нормально, сложностей нет. Хорошо себя чувствует и группа Чемезова. Глава Ростеха перед формированием нового правительства вместе со своим протеже Денисом Монтуровым заехал к Путину. И экс-министра повысили до первого вице-премьера. А это говорит об одном во время войны самое хлебное и влиятельное направление оборонзаказ. В свою очередь Ротенберги укрепили свое влияние за счет перераспределения инфраструктурных полномочий в пользу вице-премьера Виталия Савельева. Группа Тимченко расширила зоны влияния в правительстве за счет назначения экс-губернатора Кузбасса Сергея Цивилева министром энергетики РФ. Учитывая то, что дела у Тимченко с энергетическими активами из-за санкций так себе, дополнительный рычаг влияния на профильное министерство стал для него спасательным кругом. Да, конечно, надо ухо держать во струб и надо уметь договариваться. Большая часть политбюро, если и не наращивает, то вполне стабильно удерживает свои позиции. Например, Собянин, который второй десяток лет философски управляет Москвой. Можешь любить людей, там, ради людей все там, им последнее отдать, либо наплевать на них и построить какой-нибудь дворец, это множество решений. Москва по-прежнему лидер по инфраструктурному развитию. Плитка перекладывается с заметной регулярностью. Да и вообще, несмотря на санкции, столица сохраняет экономические обороты. А это положительно влияет на ВВП страны в целом и на конкретного ВВП в частности. Полотин! 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 Крепко держится и Сергей Кириенко. Он сохранился на посту первого замглавы администрации президента РФ. И благодаря коалиции с Ковальчуками и потому, что в режиме абсолютной управляемости провел президентскую кампанию 2024 года, поставив рекорды по явке и по результату. Чтобы каждый человек чувствовал свою сопричастность, чтобы каждый человек имел возможность внести свой вклад в нашу общую победу. Также снова получила признание его школа подготовки кадров. Шесть из семи новых в Рио губернатора являются выпускниками школы губернаторов, а еще пять региональных глав ушли на повышение на федеральный уровень. Такой себе кузнец кадров. Невероятно талантливые ребята. Невероятно талантливые. Несмотря на очень шатающийся под ним стул, Шойгуни сошел с дистанции. Он в политбюро остался и получил должность секретаря совбеза, что по факту является аппаратным понижением. Теперь нескончаемые денежные потоки на войну он может сопровождать от силы взглядом. Хочу поблагодарить Сергея Кужбедовича Шойгуни за то, что было сделано им на протяжении предыдущих лет по строительству вооруженных сил. Николай Патрушев, которому пришлось уступить свой пост оленеводу все равно остается в контуре приближенных к Путину в ранге помощника президента. То есть он по-прежнему вхож в палаты царские, но ненадолго. У тебя есть одно касание, причем его надо технически сделать правильно. В то же время повысили в должности его сына Дмитрия Патрушева, который на посту вице-премьера будет курировать не только аграрную политику страны, но и экологическую и природоохранную деятельность. Так что в семье Патрушевых произошел просто обмен должностями. Исключительно на взаимовыгодной основе. Кто он? Член политбюро 2.0? Это лидер элитной группы, обладающей разными типами ресурсов, основным из которых является близость к первому лицу. Или не к лицу. Родина, друзья, это не президента, который надо все время мусолить, целовать. Это дает неформальное влияние. И как следствие административные, информационные, финансовые и силовые ресурсы. А также безграничные возможности. Под вашим руководством мы все задачи, которые поставлены, решим. Получается, что в России живут только те, кто либо пристроился к деду, либо пристроился к дедам из пристроенных к деду. Остальные 140 миллионов остаются при своих интересах. Похоже, что вопрос возврата к крепостному праву уже в ближайшее время будет рассмотрен путинским политбюро. Редактор субтитров Корректор А.Егорова